О чём тут можно говорить? Да, блестяще. Блестяще. Ибо нет, в этом бою, ввиду явного преимущества, победил Иртос Джанабергенов. Счёт по матчу стал 5-4 в пользу Казахстана. Молоком Куба Дмитрий Гонфрин, Казахстан. Феноменальный результат, 5-4 сборная Казахстана перед ним. Нормальный результат, нормальный. Нормальный, феноменальный результат. Значит, мы сойдёмся на этом. Значит, сейчас весовая категория в пользу сборной Казахстана. Сейчас на ринге представители весовой категории до 91 килограмма. Флуис Ортис Аларкон, Куба. Дмитрий Готфрид, Казахстан. Ну, надо сказать, что казахам-то надо одну победу отдержать, чтобы быть в финале с россиянами. Побителем матча Россия с Дарьбаджаном обоксировалась. Давай сейчас посмотрим бой. Справа. Растал. Аларкон Готфрида. Не форсирует события. А что форсирует-то? Дело в том, что они все растеряны. И вы посмотрели в сторону секундантов. Да, таких тихих кубинцев я, по-моему, никогда не видел. Вот для того, чтобы ставить на место, нужно просто бить. Все. Аларкон пока, по крайней мере, выглядит каким-то... Робким. Подавленным. Нет, не робким. Просто то, что он бьет, у него нет вот этой прытьки, нет такой уверенности. Ну, надо же справа ударить Готфрида на встречу хотя бы. Но показать, иначе, если будет бой протекать в таком ключе, и кубинец не получит ни одного жесткого удара, он обнаглеет, в конце концов. Да, и он быстро обнаглеет. Да. Бой в то русло, какое ему нужно. Нужна хорошая встречная атака или хороший встречный удар. Ну, по-моему, очень неудобно, то, что Готфрид настолько выше него ростом. Хотя я удивляюсь, потому что он для высовой категории 91, он невысок. Так что это должно быть привычно для него. А Готфрид сейчас справа попал. Ну, еще бы раз. Вот все, и посмотрите на кубинца. Обратите внимание, то силанье-то пропадает. То, что чувствует, что человек может ударить. Но справа. Ну, какой-то удивительный никакой со стороны кубинца раунд. Просто никакой, просто нету ничего. Ничего, и знаете, и ошибка Готфрида пережидает. Да. Он пережидает, немного пережидает. Тоже вот какая-то пауза. Знаете, тут очень тонкая грань. Тут вот, у меня такое ощущение, что один раз Аларкон попадет и, так сказать, душа полетит у него. Он подавлен, он подавлен, он подавлен, как и вся кубинская команда, подавлен результатом. Все сейчас зависит от него. На него давит колоссальное чувство бремя ответственности. Он в положении, не приведет Господь. Прятаться незаконно. Проигрывает он, проигрывает команда. Ну, знаете, вот нет этого кубинского, да. Вот такие удалые парни такие. Молодцы. Выскочили все кубинцы. Разбисались. Нету. Нет, где они? Смотри. Вот вам боксируют. Ничего, спрятался, сжался и боится атаковать. Ну, давайте. Второй раунд у нас. Все-таки соперник нашей команды в финале определяется. Ну, вот виды. Справа, справа. Немножко почаще побросать. Вот сейчас можно было. Близко, потому что вот так. Беспомощь. Знаете, немножко раковатно бросать. Ну, брось право. Беспомощно работаем по ворком совершенно. Сейчас по корпусу достал. Вы когда-нибудь видели, чтобы у кубинского боксера было мало атакующих действий? Нет, не видел, но... Нет, попал сейчас Аварфон. Ну, про... Нет, ну, это... Ну, надо доказывать, надо бросать... Ой, как жалко. Надо бросать руки, надо бросать вправо. Ну, немножко потерпеть надо, потому что во втором тяжелом шансов нет. Да. Ну, вот дали возможность кубинску. Да, ну, то, что я и говорил. Один ударно несет, один ударно несет, и полетит. Вот так, вот это и случилось. Потому что действительно все было на очень тонкой грани. А так все хорошо начиналось. Ах ты черт! Ну, вытери, не ударь справа. Ну, попай... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой... Ну, что ж такое... Три, два, четыре... Так... Три, два, шесть... Семь... Три, три... Три, три... Да, это, ну, конечно... Бой, я думаю, уже закончен. Кубинец на коне. Вот так, да. Забьет, забьет. Готовик совершенно потерялся. Совершенно потерялся. Руки как ватные стали. Ну, может, нет, 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 нет. Нет у них правого удара такого мощного, как у Макаренко. Да. Быстро вот. Ой, как жалко. Прям, знаете, я на какую-то вот... Не надо про чудо. Секунду поверил. На чудо не надо. Это нормальный бокс. Поверил, поверил. Нормальный результат. Я так хотел ошибиться. Я так хотел, чтобы сборная Казахстана вышла. Это не чудо. Они могли бы чуть-чуть поувереннее, чтобы казахский боксер себя держал. И пилы пожурче. И все бы перемело в другую сторону. Ну, мне что-то интересный финал. Александр. Ну, одной скорочке я просто хочу закончить. Мне, кстати, кажется, что Аллакон был не похож на себя. Первые минуты именно из-за вот того времени ответственности, которое на него давило. Именно из-за того, что очень неудачно выступала команда. Изначально мне казалось, что у Готфрида нет шансов в этом бою. Вы помните, я говорил, что 91 и свыше 91 вряд ли выигрывает. А как складывается сразу? Ну, да, слабинку, не проявил себя и все. Ну, там рано или поздно Аллакон должен был зацепить. Как сказать? Да. Тут могло все повернуться, вы правы. Раз бы пропустил бы, и все бы обратно. А сейчас, понимаете, сейчас это все. Сейчас уже в одну сторону. Пошло в одну сторону, и поэтому появилась уверенность, и зарихвастность вот эта вот, знаете, вот. Да, Аллакон уже сейчас. Сейчас танцевать начнет. Да, сейчас себя ощущает героем дня. А если бы у вас встреча... Ну, как оно и есть. Действительно, герой дня. Сейчас бой будет, я думаю, остановлен в этом раунде. Ну, справа же воткнил навстречу. Да нет, он пропускал, он нечем там... Нечего втыкать. Ну, вот. Может быть, кинуть еще руку можно. Ну, вовкнулся. Ну, кинуть руку, быстро кинуть руку. И Кубинец сам будет на этой руке. Ну, не кидает, поскольку... По-моему, Аллакон сам немножко вылопнулся. Да. Перебивает. Я это сказал. Перебивает. Перебивает. Вот раз право бросил и попал. Эх, жалко. Да. Ну, что, может быть, до четвертого раунда дело дойдет? Хорошо, мы подустал Баларкон. Да, там уже перебивает. Уже нет сит просто. Нет, не сит, да. Ну, и что? Все-таки, молодец, молодец. Вот ты как-то выстоял. Александр, молодец, но продержался. Ну, молодец. Ведь столько было моментов очень удобных для удара правой руки. Он ведь проваливал кубинца несколько раз. А бить нечего. Но Аллакон чувствует, да, бить нечего. Бить нечего. Нет мощи. Нету, да. И Аллакон это понял очень быстро. Первым раундом с этим разобрался. А я вам говорил, по-моему, да, что Солид Фонте был очень мрачен. Единственное, в своей команде был очень мрачен, когда они там стояли еще. Так, и 5-5, если поединка, 5-5, и последняя встреча, это вот встреча супертяжеловесных. Без права на ошибку, да. Ну, посмотрим, посмотрим. Раньше времени загадят, понятно, уровень кубинца, олимпийский чемпионок. Это понятно. Уровень выше. Ну, бывает леча за команду, а вот, отдам голову и вся медаль в орденах. Вся, вернее, грудь в орденах. Вот, очень сильная какая атака. Запас очков такой, что... Запас мощи такой, что... Ну, да, вот и началось кубинское движение. Понял он вначале каким-то, вот и началось пижонство. Ну, не пижонство, не будем говорить, не будем. Ну, Аллакон в трудном положении был. И сейчас вот он начали двигаться, и передней рукой работать, сразу расслабился. Все, они все вздохнули в углу. До загара я смотрю...